Всем привет! Вы попали на канал Restyle Studio. Сегодня с вами Настя, стилист, студент магистратуры по истории и теории моды. На нашем канале про стиль, моду и профессию стилиста. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. На нашем канале есть рубрика, где я обозреваю свою коллекцию сумок. Раньше у нас в Instagram Restyle Studio была рубрика, где я делала обзор своей коллекции сумок. Но мне показалось, что в YouTube она будет смотреться еще лучше, потому что это будет более наглядно. Это не случайные покупки, это продуманная коллекция, которая была сформирована в течение нескольких лет. Многие из этих сумок уже протестированы в носке, и я честно делюсь с вами всеми плюсами и минусами, а не только эмоциями от распаковки. Так что, если вы планируете покупать люксовую сумку, либо вам просто интересна мода, история моды, то обязательно оставайтесь. Сегодня мы будем рассматривать интересную единицу из моей коллекции. Начинаем мы, как всегда, с историей, как появилась эта сумка, почему она является значимой или не является значимой в контексте истории моды. Дальше я рассказываю, где и за сколько купила эту сумку, и сколько цена составляет сейчас. И вместе мы оцениваем инвестиционную привлекательность. И также говорим про носкость, вместимость и другие параметры. Итак, Lady Dior имеет богатую историю. Появилась она в ботиках Dior в 1994 году, но не под названием Lady Dior, а под совсем другим. Она называлась изначально Шушу, что означает любимица. Своё же нынешнее название она получила в честь принцессы Дианы, которая внесла основной вклад в то, что эта сумка стала легендарной. Если вы зайдёте на сайт Dior, вы, кстати, рядом с этой сумкой увидите пометку «легендарная». Это всё из-за принцессы Дианы. Важно сказать, что модель Lady Dior, ну, 1994 год, понятно, что была разработана уже не крестьянным Диором. Она была разработана Джан-Франко Ферре, который тогда являлся креативным директором бренда Dior. Мне безумно нравится период Джан-Франко Ферре в Dior. Это невероятно красивые дефиле, это очень интересные вещи. Ну, вот в том числе в сотрудничестве этого бренда, Джан-Франко Ферре, родилась такая модель сумки. Ну, давайте распакуем сумку. Я на примере уже расскажу, что означает её дизайн и чем он вдохновлён. У меня тут уже всё заготовлено. Отличительная черта этих сумок – это стёжка-ганаж, которая проходит по всем практически частям этой сумки, по низу. Здесь, кстати, хорошо видно. У меня она выполнена в виде объёмных рельефов, но вообще в классическом варианте она выглядит так, так. Где-то здесь появится то, как она выглядит в самом оригинальном виде. У меня необычная серия, но об этом я расскажу немножко позже. Узор-ганаж является очень важным для дома Диоры, лично для самого Кристиана Диора. Он ему очень нравился. И в салоне Кристиана Диора стояли стулья, он их специально покупал, которые были созданы в 18 веке. И вот этот вот плетёный узор-ганаж, он был создан ещё в 18 веке и использовался как раз для создания сидений стульев. Кристиан Диор коллекционировал такие стулья и усаживал своих гостей, когда они приходили на показы, именно на них, на такие стулья. Позже, в этот узор, скорее всего, могли уже видеть, потому что позже эти узоры начали использоваться для именно садовой мебели. Вот садовая мебель из ротанга, часто это будет точно такой же узор-ганаж, как на сумках. И поскольку Кристиан Диор жил уже в 20 веке и такое плетение уже использовалось для садовой мебели, возможно, именно поэтому Кристиану Диору так близка была именно эта мебель, так близок был именно этот принт, потому что тема сада, творчество Кристиана Диора занимает просто огромное место. Его мама была красивый сад, и она ухаживала за цветами, он ухаживал за цветами. И тема цветов, вы тоже её можете видеть в бренде Диор. И вот канаж — это тоже садовая тема, которая очень близка Кристиану Диору. Также отличительной чертой этих сумок являются вот эти вот четыре брелока. Это буквы бренда Диор, здесь всё просто. Но в данном случае это непростая логомания. Это отсылка к талисманам Кристиана Диора, которые он всегда носил в кармане на удачу. Кстати, вы знали, что Кристиан Диор был жутко суеверен, у него даже была своя гадалка, к которой он обращался по поводу дней показов, ну и вообще в принципе своей жизни. Кстати, она ему нагадала смерть на воде, и Кристиан Диор старался избегать водных путешествий, но умер он в итоге в Венеции. Не берусь утверждать, что я верю в то, что это не просто легенды, которые появились уже на основе его биографии, но тем не менее. О разных интересных фактах из истории моды также я часто рассказываю в нашем инстаграм-аккаунте «Restyle New», подписывайтесь на него тоже. Канаж, Сады, Кристиан Диор, Джан-Франко Фюре. Почему тогда сумка называется «Леди Диор», почему здесь вообще принцесса Диана? Дело в том, что именно принцесса Диана сделала эту сумку культовой и популярной. Их встреча, тогда еще сумки Шушу и Леди Дианы, произошла в 1995 году. Принцесса Диана прибыла во Францию на выставку работ Поли Сезана. Первая леди Франции, Бернадет Ширак, встречала принцессу Диану в аэропорту и в качестве подарка преподнесла ей сумку от Диор. Но это было не из тех подарков, за которые вежливо благодарят и откладывают в сторону. Диане действительно очень понравилась эта сумка. Кстати, подарок очень хороший и действительно продуманный. С одной стороны, принцесса Диана, икона стиля, на которой ориентируется одна из самых популярных людей в мире того времени. И ей дарят сумку, новую сумку бренда Диор, которая только-только вышла в коллекции очень уважаемого дизайнера Джан-Франко Фюре. С другой стороны, это исконно французский бренд. Это бренд Диор, который имеет значение и в контексте истории моды, и в контексте, в принципе, культуры Франции. В общем, симпатия принцессы Дианы к ее сумке Диор не прошла мимо СМИ. Повсюду стали появляться фотографии, то тут, то там, как принцесса Диана выходит с этой сумкой в одном наряде, в другом наряде. Причем это была не только та сумка, которую подарила Бернадет Ширак. Это были сумки в разных оттенках, в разных размерах, потому что Диане настолько понравилась эта модель, что она заказала ее в абсолютно разных вариациях. Давайте посмотрим несколько образов принцессы Дианы с этой сумкой. Ее излюбленный прием – это дополнять сумкой Леди Диор костюм-двойку, который состоит из жакета и юбки достаточно узкой и чуть выше колена. Иногда она носит эту сумку также с платьем силуэта футляра или каким-то аналогичным вариантом. Но мы помним, что в это время сумка еще не называется Леди Диор, она все еще называется Шушу. Но поскольку принцесса Уэльская – это один из самых популярных людей мира, то в бутик Диор, конечно же, девушки приходят за сумочкой, как у Дианы, а не за сумочкой Шушу. В общем, бренде Диор быстро поняли, что название Шушу просто больше не имеет никакого значения, не имеет никакой силы. И с разрешения принцессы переименовали сумку в Леди Диор, соединив и имя принцессы Дианы, и название своего бренда. И все встало на свои места. Вот уже 30 лет сумка не теряет своей популярности. Она является лидером продаж бренде Диор. И если на остальные модели бывают спады и подъемы, если мы, например, посмотрим на одну из их популярных моделей – Saddleback, на нее иногда бывают подъемы, иногда бывают спады. Но Леди Диор – это та сумка, которая неизменно, постоянно и регулярно покупается в бренде, на нее существует постоянный спрос. На основе этой сумки постоянно выпускают новые модели, новые цвета, играют с размерами, и даже выпускаются данные модели сумок в коллаборациях с современными художниками. Но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Давайте подробнее поговорим про размер этих сумок. Базу у этой модели существует 5 размеров. Микро, мини, маленький, большой и средний. На сайте Диор есть подсказка, по которой вы можете выбрать, какая сумка вам больше подойдет. Они описывают то, что в нее может поместиться. Мы с вами проведем тоже такой эксперимент. Давайте теперь обсудим конкретно мою модель сумки. Это коллекция, которая была выпущена в 2020 году. Это версия сумки Леди Диор в коллекции Дилайт. Дилайт отличается тем, что она выполнена из ткани. Вместо стежки Канаж этот узор выполнен в виде объемных рельефов. И у нее есть еще широкий плечевой ремень. До выхода версии Леди Диор Дилайт я, в принципе, не задумывалась о покупке классической Леди Диор. Во-первых, она мне не очень нравится в коже, я буду честна. Но в первую очередь из-за того, что она не моего стиля, она не подходит к моим вещам. И для меня было бы большой задачей, с чем ее сочетать. Только если в совсем миниатюрном размере. А вот в ткани она выглядит для меня более интересно. Плюс этот широкий ремень тоже мне очень нравится, как это визуально смотрится. Хорошее дополнение. Ну вот здесь как раз не стежка Канаж, а объемная вышивка, как я уже говорила. Техника вот этой уже объемной вышивки была разработана текущим креативным директором бренда Марии Грации Кюри. Интересный факт про название. Кроме такого прямого названия, light, как бы облегченная сумка. Кроме прямого значения, Диор использует игру слов. И как бы D-light созвучно с английским словом delight. Потому что это про удовольствие, про наслаждение. Теперь в Диор они любят игру слов. У них же Диор вместо Жадор. Это простят меня тонкие любители французского. Я напишу это слово на экране, чтобы вы точно поняли, о чем идет речь. Еще меня просто зачаровывает видео о том, как они создают эти сумки. И я вам оставлю на него ссылку в описании. Где-то, наверное, сейчас будут какие-то кусочки из этого видео. Это невероятная красота. И, конечно же, все элементы этой сумки изготавливаются вручную, мастерами с огромным опытом. Ну что, поехали смотреть на нее подробнее. Квадратная форма, достаточно жесткая. Жесткие ручки, которые не деформируются вообще. Для меня, кстати, это скорее минус, чем плюс. Но я вам попозже расскажу. Это мое личное восприятие. Брелоки, которые всегда присутствуют. Фурнитура может быть из разного металла, но они всегда будут. У меня вариант с крышкой, но бывает вариант с молнией. Лично мне больше нравится вариант с крышкой, но это уже дело вкуса. Даже больше с точки зрения вашего комфорта. Потому что я знаю, что с такими моментами некоторые себя чувствуют как-то небезопасно, чтобы молнией как-то более комфортно. Ну, это уже кому как нравится. Здесь внизу есть ножки. За счет которых не будет у вас пачкаться, портить дно. У нее также есть два внутренних кармана. Один открытый и один... Вот здесь был, да. Достаточно объемный на молнии. Но я потом вам поподробнее покажу сумку изнутри. Ну и предлагаю провести эксперимент. Посмотреть, все ли в нее влезает то, что заявлено на сайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот они утверждают, что можно положить маленький планшет. У меня его нет, у меня есть небольшой макбук. Вот примерно, насколько он больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, теперь про цену. Я эту сумку купила в июле 2020 года. Тогда ее цена немножечко подросла. Я чуть-чуть не успела. Но она стоила 315 тысяч. До этого она стоила 300 тысяч ровно. За это время ее цена, как и на прочие люксовые сумки, выросла. Давайте я буду сразу смотреть текущую цену. Мы смотрим цену в долларах. Она была где-то 4100 долларов. Давайте смотреть, сколько стоит Леди Диор сейчас. Будем смотреть именно Дилайт, чтобы проследить реальное изменение цены конкретно на эту модель. Потому что от модели к модели она может разниться. Да, медиум Леди Дилайт будет стоить сейчас 5300 долларов. Люксового сегмента это, в принципе, не какой-то невероятный прирост. На сумке Шанель он произошел гораздо выше. Но, тем не менее, все равно прирост цены за последние годы все-таки был на все люксовые товары. Но нас интересует, сколько она стоит на реселере. То есть я покупаю эту сумку, хожу с ней. И за сколько я ее в итоге могу продать. Давайте зайдем с вами сразу на Vestia Collective и посмотрим, за сколько можно продать такую сумку. Еще ту же самую модель, чтобы не было разницы, да, кожа, ткань. Ну вот, смотрим. 4800 сумка в хорошем состоянии. 4200, чуть похуже. Есть варианты за 5000. Ну, в среднем где-то 4700, 4800. Я вижу даже за 7000. Но это Япония, там чуть подороже цены. 4700. Ну, да, 4790. Где-то 4800. 4700, 4900. Скажем, эта сумка может стоить на реселлере. Можно и больше, но мы берем не верхнюю границу. Когда мы оцениваем инвестиционно привлекательное для себя, мы все-таки смотрим среднее, за что ее наиболее реально будет продать. Ну что, инвестиционная ценность здесь, конечно, не так привлекательна, как в сумках Шанель. Да, предметы люкса будут дорожать. Да, потихонечку будет цена расти на реселлере. Но не будет, скорее всего, таких всплесков, как с брендом Шанель. Пока что, по крайней мере, не предвидится. Давайте я расскажу подробно, почему. Если для Шанель Габриэль прирост цены на реселлере X2, то здесь он гораздо меньше. То есть здесь, по сути, вы покупаете эту сумку, носите и практически ничего не теряете. Вы можете ее чуть дороже той цены, за которую вы ее приобрели, продать. Но для инвестиционной ценности это не очень высокая история, как вы понимаете. Почему так происходит? Сумки Шанель появились век назад. И несмотря на то, что мы рассматривали Габриэль, это относительно новая модель. Тем не менее, даже на нее цена на реселлере X2. Ну, то есть сумки Шанель, они, в принципе, имеют значение в контексте истории моды. Сумка Dior появилась, такая первая легендарная культовая, появилась в 94-м году, относительно недавно. Это имеет значение в контексте инвестиционной привлекательности. Плюс сумки бренда Шанель очень сильно выросли на реселлерах за последнее время. Что они для этого сделали? Они ограничили предложение. То есть сумки Габриэля, они вообще сняли с продажи, и с этим отчасти связан резкий рост цен на них, на сайтах вторичной продажи. И на своей легендарной сумке они ограничили предложение. То есть теперь вы можете купить не более одной сумки в бутике. Возможно, вам придется ее подождать. Ее нельзя уже купить так вот в свободной продаже, как, ну, условно, не легендарные сумки. Что делает бренд Dior? Если вы зайдете в бутик Dior, вы увидите всегда большое количество сумок Lady Dior. Они будут в разных вариантах кожи, в ткани, в разных цветах, в стандартных цветах. Да, вот эта вот моя сумка Dior Delight. Она выходит в этом сером, в бежевом, в черном цвете в каждой коллекции. Да, это регулярная история. И плюс еще добавляются всякие разные новые принты. То есть в других принтах, в экзотической коже, с каким-то дополнительным декором, в коллаборациях с художниками. И всегда огромное количество. Их всегда можно легко получить, их всегда можно легко купить. За счет этого на них нет такого спроса на реселлерах. Потому что вы просто можете прийти и купить в бутике точно такую же сумку новую. Кстати, то, что я накопала еще интересного на реселлерах и чем они могут быть нам еще полезны. Когда вы раздумываете покупать ту или иную сумку, вы можете проверить, во-первых, на реселлерах инвестиционную привлекательность. Во-вторых, вы можете зайти посмотреть, есть ли сумка в не очень хорошем состоянии. Что конкретно с ней случилось. И для меня, например, в этой сумке Lady Dior один из плюсов – это носкость. У нее хорошо держащаяся форма, она не деформируется, не теряет форму. У нее прекрасная ткань, которая не облезает в процессе носки. Но на реселлере я увидела, что в сумках, которые выглядят хуже, чем моя, соответственно, они носились, наверняка, гораздо чаще. У них есть слабое место. Это внутренний изгиб на крышке. Там иногда облезает ткань. Это можно реставрировать, это не такая большая проблема. Но просто, чтобы понимать, что может произойти с сумкой через некоторое время. Поэтому пролистывайте, смотрите сумки не только в хорошем состоянии на реселлерах, но и в плохом. Если вы планируете покупку, вы можете узнать о них многое. Ну что, время выставлять баллы. Носкость для меня здесь 10 из 10. А вот удобство в моем случае 5 из 10. Я знаю, что это индивидуальные нюансы, но для меня ее форма достаточно жесткая. Я люблю более мягкие сумки. И у нее очень жесткие ручки. Ну то есть они всегда в каком-то не очень комфортном для меня положении. И я так и не смогла к ним привыкнуть. Ну то есть когда я их держу в руке таким образом, мне нормально. Но я люблю носить сумку на широком ремне. И в этом случае мне не нравится визуально, как они выглядят. Не очень. И мне не очень с ними комфортно. Ну то есть в таком варианте, ну нет, все равно. Это не мой вариант. Я уже, я понимаю, что эти ручки это не мой вариант. Поэтому я редко ношу ее с плечевым ремнем. В основном я ношу ее в руке, мне так комфортнее. Да, я ношу ее, это мне не мешает. Но если говорить про мои личные ощущения, для меня это 5 из 10. Но я знаю, что многим она кажется удобной. Поэтому это мои личные ощущения. Легкость сочетаний. Я бы поставила этой сумке 7 из 10, но конкретно в этом среднем размере. Большая сумка менее универсальна. Она подходит к деловым образом. В нее можно удобно вместить документы, ноутбук. Но она не так универсальна именно в сочетаниях. То есть там напрашивается что-то такое более деловое. В этом же размере можно сочетать ее и с джинсами, и с платьем, и с деловыми вещами. Она будет в принципе хорошо смотреться. Но вот мини, на мой взгляд, более маленькие размеры, они более универсальны. Потому что их можно сочетать и с джинсами, и даже с каким-то таким спортивным костюмом, например, расслабленным. И их можно сочетать с коктейльным платьем. Эта история к коктейльному платью уже большая, конечно же. В ткани, кстати, более сочетаема, чем в коже. Кожа все-таки требует какого-то более элегантного, более женственного образа. Вот что-то в стиле Лет с Дианой. А вот в ткани она подходит и к более элегантному образу, и также она подойдет к джинсам и даже к тренингам. В общем, мне кажется, 7 из 10 это как раз тот балл, который ей в этой ткани и в этом размере подходит. Следующий пункт цена-качество. Для меня здесь, конечно, оценка 10 из 10. Здесь все сделано идеально. На нее очень приятно смотреть, как она выполнена. Каждый шов, какая-то каждая деталька. Ручная работа, все выполнено просто идеально. Поэтому для меня здесь это, конечно, 10 из 10. Инвестиционная цена здесь будет средняя. То есть вы можете купить эту сумку, поносить ее и продать не ниже своей цены. Если бренд не изменит свою политику относительно доступности этих сумок, то глобально ничего не изменится. Сейчас, конечно, бренды движутся по пути большей эксклюзивности, отстройки конкретно для своего вот этого элитного люксового сегмента. Так что все может быть. Но когда мы прогнозируем инвестиционную ценность, мы смотрим на текущую ситуацию на рынке, рассчитываем на лучшее, но смотрим на текущую ситуацию. Поэтому если инвестиционная привлекательность это для вас главное, что вас интересуют люксовые сумки, то тогда рекомендую присмотреться к другим моделям. Но если вам нравится эта сумка, но вы не хотели бы потерять при ее продаже, то это вполне приемлемый вариант. Еще я вам оставила одну интересную тему в конце, если вы помните. Я говорила про коллаборации Lady Dior с современными художниками. Для меня, как для студента-искусствоведа, это очень интересная тема. Плюс я пишу свою диссертацию как раз на тему коллабораций моды и современного изобразительного искусства. И про Lady Dior там тоже немного будет. Сегодня сумка Lady Dior это не только утилитарная простая вещь, это еще и предмет искусства. Она буквально становится холстом для современных художников в рамках проекта Lady Dior Art. У них проходят выставки Lady Dior As Seen By. И там можно увидеть сотрудничество бренда Dior сразу с несколькими художниками. То есть выходит коллекция, выходят каталоги, где представлены работы, ну, нескольких, если я скажу, 8-10, наверное, я не ошибусь, художников. И это повторяется где-то раз в год, может быть, чуть более долгий период. Но некоторые сумки выглядят просто потрясающе. Конечно же, цена их сразу сильно увеличивается, потому что они становятся интересными не только с точки зрения истории моды, не только с точки зрения мира моды, но еще и с точки зрения современного искусства. То есть это становится предметом совсем другого инвестиционного толка. Ну, тут уже тогда нужно разбираться не только в моде, но и в современном искусстве. Но это интересно, это очень красиво выглядит, да, если вы не планируете никогда их покупать, и вам это не очень близко, я рекомендую просто посмотреть для общего развития. Они бывают просто невероятные. В рамках этого проекта уже более сотни художников создавала свой дизайн сумки Lady Dior. Этот проект существует с 2011 года. Одну из последних коллекций я застала в Малайзии, в Куала-Лампуре. Прикрепляю видео, как это было. И там есть также сумка по коллаборации с российской художницей Евгенией Мачневой. Ну, мой безусловный фаворит из той коллекции это вот эта сумка, это катарская художница Буддейна Альмуфтах. Ну что, я рассказала вам все, что знала об этой сумке, рассказала о ее плюсах, о ее минусах. Ну и традиционно в конце видео мы выбираем из трех сумок, которые могут стать глинями следующих выпусков. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить этому видео лайк. И до встречи в следующих видео.